Ну что, всем привет! В этом видео разберемся, что происходит с Ethereum после перехода на алгоритм Proof of Stake, а почему недавно в сети эфира сильно выросли комиссии, и как вообще обстоят дела вокруг криптовалюты номер 2 в мире. Обо всем по порядку. 15 сентября прошлого года у Ethereum произошло самое крупное за 7 лет обновление The Merch, и Ethereum пришел на алгоритм Proof of Stake. И многие ждали, что это решит проблемы масштабирования, транзакции станут быстрее, а комиссии дешевле. Но после обновления все осталось на прежнем уровне. На самом деле это обновление фундамент для следующих, и чтобы решить все проблемы, нужно еще много работы и обновлений. В The Merch избавились от майнинга и тем самым снизили инфляцию и энергопотребление. За полгода после обновления эмиссия Ethereum снизилась на 100 тысяч монет. При сохранении алгоритма Proof of Work количество монет увеличивалось бы, а это инфляция. Производительность сети вырастет только после внедрения шардинга, деревьев вверху и ряда оптимизаций в ближайшие два года. Даже сами разработчики заявляли, что цель The Merch – это переход на алгоритм Proof of Stake, а не снижение платы за газ. Но многие почему-то ждали именно этого. С ошибочными ожиданиями от The Merch мы разобрались, и теперь идем к более свежим событиям. 13 апреля разработчики активировали обновление Шепелла. Оно открыло возможность вывода монет Ethereum и стейкинга. Также заявляли, что в этом обновлении снизили затраты на газ, но только для определенных типов транзакций. Не для всех, как ждали и от обновления The Merch, и от этого обновления. Кстати, скептики ожидали, что после открытия вывода из стейкинга в рынок выйдет огромное количество токенов, и это снизит цену Ethereum. Но здесь все придумано, и люди не могут вывести сразу все монеты за короткий срок. Кстати, после этого обновления Ethereum не просто не упал, а еще и протестировал цену в 2000 долларов. Последний раз такая цена у Ethereum была в августе 2022. Спустя полтора месяца после этого обновления мы видим, что цена Ethereum стабильна и в принципе меняется несущественно, как и весь криптор рынок. В итоге интерес к стейкингу Ethereum вырос, а риски для инвесторов снизились. А еще после обновления сумма вложений в эфир за день превысила сумму выводов. Если смотреть глобально, то и обновления The Merch и Chappella позитивно влияют на Ethereum в долгосрочной перспективе, а все идет по дорожной карте и закладывается в фундамент для следующих улучшений в будущем. Но теперь давайте перейдем к следующим событиям. Во второй половине апреля этого года комиссии в сети Ethereum подскочили до конских значений. Скачок цены газа вызвали мем-токены. Они в апреле этого года получили вторую жизнь. Особенно превзошла всех лягушка. Большинство транзакций с мем-токенами происходит как раз на биржах в сети Ethereum. Спрос вырос, количество транзакций тоже выросло, сеть сильно загрузили, вот и выросла цена на газ. Плюс еще стоит сказать, что слабеет корреляция между биткоином и эфиром, то есть движение их цен становится менее согласованы друг с другом. Вероятно, это происходит из-за того, что регуляторы больше давят на все криптовалюты, кроме биткоина. А плюс крупные инвесторы больше предпочитают биткоин, для них он самый стабильный. Подведем итог. Эфиром продолжает развиваться, и на сегодня это крупнейшая сеть, на базе которой состоится огромное количество токенов, децентрализованных приложений. И в ближайшие полтора-два года он все-таки должен решить свои проблемы с масштабируемостью, ускорением транзакций и снижением комиссий. Эфир по-прежнему вторая криптовалюта в мире, и в долгосрок в него можно инвестировать, но не все свои деньги. Потому что кто знает, на кого дальше, а получатся регуляторы. Но особых каких-то тревожных звоночков по эфиру нет. На этом наш обзор подошел к концу, я готовлю также обзор других монет, и если у вас есть идеи, вы можете писать в комментариях название монеты, и будет классно, если вы напишите, почему ее стоит разобрать. А у меня на этом все, всем пока, до встречи!